Глубоко уважаемая Галина Анатольевна, глубоко уважаемые коллеги. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за то, что приглашают психиатров участвовать в терапевтических форумах. Я вам хочу сказать откровенно, что психиатры давно пришли к выводу о том, что не полноценно диагностировать, оказывать помощь, а тем более профилактировать нашу патологию, мы не можем без вашей помощи. Поэтому я хочу сказать, что Министерство здравоохранения сейчас разрабатывает большой приказ, который и будет направлен на интеграцию психиатрии в первичную медико-санитарную сеть. Нам предстоит с вами долго и плодотворно работать. Но сегодня, присутствуя на этой конференции, я вижу, что пока мы акты какие-то подзаконные, организационно-методическими готовим, то уже жизнь вносит свои коррективы, и практически в каждом выступлении я увидела большой спектр психиатрических проблем. Поэтому, я думаю, нам интересно будет поделиться своими знаниями, наблюдениями. Я хочу свою сегодняшнюю презентацию посвятить вопросам диагностики и лечения депрессивных расстройств в практике интерниста. Может быть, вам в чем-то это будет полезным. Ну, первое. Депрессивное расстройство – это очень сложное состояние, которое включает не только эмоциональные компоненты, о которых вы все хорошо знаете, но включает когнитивные нарушения и сомато-вегетативные расстройства. Об этом нужно помнить. Еще есть одна особенность депрессивных расстройств. Они имеют очень важные медико-социальные последствия. Это снижение трудоспособности, не только временное, но и стойкое. И вот такие последствия в виде суицидов, каких не имеет практически ни одно другое заболевание. Надо сказать, что депрессивное расстройство является самой суицидогенной патологией. Об этом всегда нужно помнить. Несколько слов об эпидемиологии депрессии. Моя презентация иллюстрирована работами Винцента Ван Гога. Хорошо знаете о том, что жизнь и творчество этого замечательного французского художника тесно связаны с проблемой суицида. Итак, эпидемиология депрессии. Посмотрите, 6% населения земного шара страдают депрессивными расстройствами. При этом риск развития большого депрессивного эпизода доходит до 20%. Большой депрессивный эпизод – это тяжелое депрессивное состояние по нашей классификации психиатрической. По данным ВОЗ и Национального института психологического здоровья США, 25% женщин и от 7 до 12% мужчин хотя бы раз в жизни перенесли клинически очерченный депрессивный эпизод. Обратите внимание, женщины болеют депрессиями чаще, чем мужчины. Такая статистика характерна не только для Соединенных Штатов, но и для Украины. Теперь несколько слов об этиологии депрессивных расстройств. Во-первых, нейробиологический субстрат. Хорошо мы знаем, что в основе формирования депрессивных расстройств имеет место дисфункция лимбико-ретикулярного комплекса. Именно лимбико-ретикулярный комплекс формирует эмоциональное реагирование и воздействие на него самых различных факторов – экзогенных, эндогенных и психологических – вызывает развитие депрессивных расстройств. Самой ведущей гипотезой развития депрессивных расстройств является именно нейробиологическая гипотеза, которая утверждает о том, которая постулирует тот факт, что депрессия развивается в результате нарушения функционирования и дефицита сиротонинергических, нородренергических, гамкергических, дофаминергических и холинергических механизмов. Если говорить о генетических факторах, они также в определенной степени присущи и присутствуют в механизмах формирования депрессии. Но, во-первых, если говорить о наследственной передаче, так вот, сестры, близкие родственники, родители пациентов с депрессивными расстройствами чаще болеют депрессиями. То есть наследственный фактор существует, и он особенно присущ для таких депрессивных расстройств, которые проявляются в структуре биполярного расстройства или старой терминологией маниакально-депрессивного психоза. Вот маниакально-депрессивный психоз или биполярное расстройство имеет четко очерченный наследственный механизм передачи. Важную роль в формировании депрессивных расстройств играют и психогенные факторы. К сожалению, их много. К ним относятся и межличностные конфликты, и материальные трудности, и фактор одиночества. Вот фактор сенсорной депривации, эмоциональной изоляции, к сожалению, в последнее время является доминирующим, превалирующим и встречается практически у всех пациентов с депрессивными расстройствами. Важную роль играют соматогенные факторы. Хорошо, об этом знаете. Это и новое образование, неврологические заболевания, сахарный диапет, нарушение функции щитовидной железы, системная красная волчанка, инфаркт миокарда, патологии почек и печени, и, конечно же, расстройство желудочно-кишечного тракта, о чем сегодня уже говорилось. Теперь вот эти медико-социальные последствия депрессии. Говорила я уже о том, что это и временная, и стойкая утрата трудоспособности, и, конечно же, суициды. Если говорить об инвалидности, депрессия к 2002 году выйдет на второе место среди причин, обуславливающих инвалидность. Эти прогнозы известны на сегодняшний день уже всем. И суициды. Подчеркиваю, депрессия – самая суицидогенная патология. Ежегодно в мире совершается до 1 миллиона суицидов, причем пациенты с депрессией совершают суициды в 30 раз чаще, чем люди, не страдающие депрессиями. И 15% нелеченных пациентов с депрессиями умирают от суицида. То есть депрессии все-таки необходимо лечить. Еще один аспект нелеченных депрессий. Посмотрите, риск суицида среди депрессивных пациентов, которые получают антидепрессанты, составляют 141 на 100 тысяч населения. А среди нелеченных пациентов этот риск практически в полтора раза выше. Ну и вывод следующий из этого, что, конечно, все пациенты с депрессивными расстройствами должны получать лечение. И независимо от уровня суицидального риска, лечение должно быть назначено как можно раньше. Так написано в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Ну и теперь диагностика депрессии. Давайте посмотрим, как это выглядит в психиатрической точке зрения. Ну, во-первых, проблема, почему мы с вами не очень успешно диагностируем депрессии, и почему уровень суицидов в Украине последние годы в общем-то является возрастающим среди психически больных. Ну, можно обсуждать о том, о навыках диагностики депрессии. Я считаю, что главное – это недостаточное время, которое предоставляется нашим специалистам для диагностики депрессии. Кроме того, существует такое желание помочь больному, избежать постановки диагноза депрессии, чтобы пациент все-таки не попал в эту стигматизирующую среду к специалистам-психиатрам. Ну, и третий важный фактор состоит в том, что, конечно, депрессия очень сложна. Она имеет очень много масок и очень часто выглядит и практикает атипично в результате сочетания с другой патологией. Ну, и теперь признаки депрессивного расстройства, как написано у нас в классификации. Их, в общем-то, немного. Первые три основные, и остальные все три дополнительные. Но я хочу на каждом из них остановиться подробно. Сниженное настроение, понятно. Утрата интересов и удовольствия и снижение энергетичности. Далее следует сниженная активность, сниженная способность к сосредоточению внимания, снижение самооценки, идеи виновности и уничижения, мрачное пессимистическое видение о будущем, идеи или действия по самоповреждению или суициду, нарушенный сон и сниженный аппетит. Я вам хочу сказать сразу, никогда депрессивный больной придя к вам не скажет, вы знаете, я утратил интерес и удовольствие. Такого не будет. Чаще всего он придет и скажет к вам, вы знаете, доктор, у меня очень нарушился сон, у меня ухудшился аппетит, у меня снизился вес. И вы знаете, как-то мне последнее время ничего не удается. Я плохо работаю, мне не удается выполнить планы, которые я построил в предыдущий период своей жизни. Вот так будет формулировать пациент с депрессией свои жалобы. Обратите внимание еще раз, первые три жалобы, первые три симптома у пациента с депрессией должны быть облигатными, остальные факультативными. Депрессия в психиатрической классификации делится на тяжелую, умеренно тяжелую и легкое депрессивное расстройство. В соответствии с этим и распределяются те симптомы, о которых я говорила. И еще один момент, на который нужно обратить внимание, что те симптомы, которые я перечисляла, должны быть в наличии не менее двух недель. Тогда мы говорим о депрессивном расстройстве. Если говорить о диагностике депрессии, нужно помнить о том, что существуют многочисленные шкалы, которые помогают нам подтвердить наличие депрессии. Но наиболее распространенными из них являются шкалы Бека, Цунга и тяжесть депрессии нам помогает определить хорошо известная шкала Гамильтона. Я думаю, что многие из вас знакомы и работают с этими шкалами. Но, конечно, очень важным является и клиническое интервью. Основной задачей этого клинического интервью помочь пациенту все-таки высказать те 10 признаков, вербализовать их на речевом, вынести на речевой уровень те 10 признаков, которые перечислены в классификации. И вот теперь тот момент, который затрудняет диагностику депрессии. Маскированные депрессии. Очень часто депрессивные расстройства выступают под видом тревоги. Тогда мы говорим, что имеет место психопатологическая маска. Очень часто этот пациент свою депрессию начинает запивать, употреблять алкогольные напитки. Тогда мы говорим, что это поведенческая депрессия. Или употреблять какие-либо психоактивные вещества. Очень часто у пациентов нарушается сон. Тогда мы говорим, что это маска нарушения циркадных ритмов. Также встречаются болевые, цифологические маски депрессивных расстрой и психосоматические маски, с которыми вы, я думаю, очень часто встречаетесь в своей практике. Вы видите, сюда относятся стенокардия, гастроинтестинальные синдромы и синдром беспокойных ног. Но как можно диагностировать маскированную депрессию? Все-таки как в этой сложной ситуации быть? Нужно помнить о том, что при любой маскированной депрессии все равно основные черты классической депрессии сохраняются. Нужно просто более детально пациента расспросить. И еще депрессия – это заболевание повторяющееся, хроническое, протекающее волнообразно. Обязательно в анамнезе у такого пациента будут признаки прошлых депрессий. И риск суицида – это самое главное. Настороженность в отношении суицидов – это то, что должно быть присуще каждому врачу. Но человеку нужно обеспечить условия, при которых бы он рассказал об этих беспокоящих мыслях. Поэтому спрашивать о том, есть ли у вас суицидальные мысли, это грубо, безболезно, бесполезно и антипсихотерапевтично. А вот как сделать так, чтобы этот человек открылся вам? Ну, каждый врач должен подумать об этом. Ну, какие-то примерные вопросы в этом отношении я представила на своем слайде. Может быть, достаточно дентологично спросить его, думаете ли вы о смерти? Как часто это бывает? В каких условиях у вас эти мысли возникают? Ну, и так далее. Ну, и теперь, как лечить депрессии? Взгляд психиатра. Во-первых, самое главное. Антидепрессанты должны быть назначены каждому человеку, которому поставлен диагноз депрессивного расстройства. Пациенты с впервые установленным диагнозом получают антидепрессанты в течение 6 месяцев. Пациенты, у которых мы выявили повторную, рецидивирующую, как мы говорим, рекуррентную депрессию, получают антидепрессанты не менее двух лет. И третье. Если пациент отказывается от приема антидепрессантов, имеет право, тогда мы должны назначить ему психотерапию и проводить системные психотерапевтические мероприятия. Такие программы разработаны и существуют. Этапы в лечении включают активную терапию, поддерживающую терапию и, конечно же, профилактическое лечение. Если говорить о вариантах выбора терапии, конечно же, это антидепрессанты, конечно же, это психотерапия. И есть еще один очень эффективный метод – это электросудорожная терапия. Я буду говорить о том, применяется при резистентных и хронических депрессиях. Какие существуют современные антидепрессанты? Я не буду говорить ни о каком конкретном препарате, я скажу лишь о группах в общем. Трициклические – это наша база, это основа, с них начиналось лечение депрессии, но сейчас уже это терапия прошлого. Тетрациклические антидепрессанты, ингибиторы моноаминоакцидазы имеют много побочных эффектов. И, наконец, дальше идет группа более или менее современных антидепрессантов. Это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Я вам рекомендую обратить внимание, это достаточно эффективные, современные и безопасные препараты. Далее, селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Антидепрессанты со смешанным механизмом действия. Мертозапин к ним относится, высокоэффективный антидепрессант, применяющийся при депрессиях различной степени тяжести, не имеющий практически побочных эффектов. И новое поколение – это агонисты мелатонина и селективные антагонисты серотонина. Хорошо знаете препарат Мелитор – это эта группа. Какие факторы влияют на выбор антидепрессанта? О чем нужно вспомнить, когда выбираешь антидепрессант? Конечно же, нужно подумать о том, насколько пациент комплоентен, будет ли он так длительно этот препарат принимать. Нужно подумать о его возрасте, поле, о побочных эффектах, о том, какую параллельно он терапию принимает и как будут эти препараты сочетаться. И каков был предшествующий ответ на эту терапию. Я не буду детально останавливаться на психотерапии. Я еще раз подчеркиваю, что разработаны современные программы, которые включают и когнитивную психотерапию, и интерперсональную психотерапию, и семейную психотерапию. Разработаны различные формы и поведенческой, и краткосрочной динамической психотерапии для пациентов с депрессией. Но, конечно же, психотерапия не является базовой. Базовой являются антидепрессанты. И хорошо бы, чтобы пациент получал и антидепрессанты, и психотерапию. Вот тогда это бы был комплексный подход. Существует множество немедикаментозных методов. Туда относятся, я говорила, уже электросудорожная терапия, парнополяризационная терапия, крайнецеребральная гипотермия, дозированное голодание и другие методы. Представлены на слайде показания к электросудорожной терапии, алгоритм выбора лечения на этапе активной терапии. На что я обращу ваше внимание? По нашим правилам, только назначая человеку антидепрессант, на шестой неделе мы должны корректировать лечение. Но на самом деле, на практике это получается раньше. Корректируем уже и на четвертый, и на пятый день. И по правилам меняем препарат только на двенадцатой неделе. Да, хорошо, я заканчиваю, извините. Да, да, ну, тем не менее. Значит, тем не менее, поступаем так, как необходимо для пациента. И увеличиваем дозу раньше, и меняем препарат также раньше. Что касается организации помощи, я уже превысила лимит. Я скажу лишь одно, что основная стратегия в организации помощи – это наше с вами взаимодействие. То есть врач-интернист должен проконсультировать пациента у психиатра, тот ему поставит диагноз, и тогда врач-интернист в полном объеме и 6, и 12, и 24 месяца проделывает, поддерживает, проводит и контролирует поддерживающее лечение. И еще один момент – это законодательная база участия врачей-интернистов в оказании помощи пациентам с депрессиями. Имеют право врачи-интернисты оказывать эту помощь, но при условии, если врач-психиатр, такой диагноз выставлен. Так регламентирует закон Украины о психиатрической помощи.